Вызов из кабины. Слушаю. Я засорял в лифте кабину, где уходит первая зона. Сколько человек? Один. Хорошо, механик подойдет. Наверное, каждому доводилось оказаться в подобной ситуации. Двери лифта закрываются и не открываются. Но пребывание в плену ограничивается несколькими минутами. Диспетчер лифтового хозяйства оперативно реагирует на все вызовы. Все видим, как лифт работает, причины неисправности. Отправляем электромеханика на заявочки и заполняем журналы. Диспетчерская компания «Высота-сервис». Организация обслуживает все 235 лифтов города. Современное оборудование позволяет увидеть, где произошла неисправность. У нас современная связь. Это у нас компьютер, к нему подключена программа ОПИ новейшая. К нему идут дополнительные блоки. То есть, если свет или что-то с компьютером заглушилось, мы можем связываться с пассажирами и также смотреть лифты. В день поступает около 15 оповещений. Это как пассажиры, которые застряли в лифте, так и внезапная неисправность механизма. Зимой вызовы случаются чаще. Низкие температуры и влажность не лучшим образом сказываются на работе электрики. Механик Сергей Стефанов – коренной житель Десногорска и сотрудник обслуживающей компании. Сегодня Сергей в составе аварийной бригады. Помимо курсов повышения квалификации, имеет образование по программе электрификации и автоматизации. В лифтовом деле уже 9 лет. Включаем. Ждем, пока заработает система. Все, включился. Лифт пока в нормальной работе. Пошел вниз. По вызову. Технический этаж жилого дома Десногорска. Техника новая отвечает всем современным требованиям. Со временем такое оборудование появится и в других многоэтажках города. При соблюдении техники эксплуатации механизм прослушат многие десятилетия. К двигателю у нас есть ребёдка, да? Да. Как я вижу. Она прочная? Конечно, прочная. Выдерживает лифт пассажиры до 400 килограмм. Если даже заходит человек, там 5 человек в лифт, то есть превышает 400 килограмм, тогда лифт просто не закрывает дверь и срабатывает механизм перегруза. Лифт не идёт в работу. Техника сложная и требует особых знаний и практики. Допустим, я захотел пойти работать лифтёром. Что мне для этого требуется? Просто так, конечно, электромеханики, это у нас надо, во-первых, пройти обучение соответствующее, и практика, потом уже только ребята могут работать на лифтах. По планам фонда капитального ремонта Смоленской области в Десногорске ожидается дальнейшая замена лифтов. Новые модели светлее и просторнее своих предшественников. При этом надёжность и тех, и других не вызывает сомнений. Все технические работы проходят строго по регламенту. Ни один современный дом не обходится без лифта, и сегодня мы узнали, что это действительно безопасно. А ездить на нём или нет, каждый решает сам.